Happy birthday to you! Happy birthday to you! Вилла с видом на океан. Олег Видов широко празднует свой 73-й день рождения. Среди гостей весь цвет русской эмиграции, поэты, композиторы, актеры. И никто из них и не догадывается, что через несколько месяцев виновника торжества не станет. Олег Видов уже знал, что смертельно болен. Врачи поставили ему диагноз «рак». Но при гостях он танцевал и улыбался. Я в абсолютном шоке. Спасибо за то, что организовали все это. После праздника Видов с головой уйдет в монтаж фильма-биографии. И даже за три дня до смерти он все еще будет давать указания и творить легенду о себе. Он отчаянно создавал в последние годы жизни образ успешного и довольного жизнью человека. Лос-Анджелес. 20 мая 2017 года. Хоронили Олега Видова на знаменитом кладбище «Холливуд Форево». Голливуд навсегда. Участки здесь очень дорогие. И последний приют обрели многие мировые звезды. Джо Дассен, Рудольфа Валентина, Хэти Макдэниел. Желающие проститься едва разместились в небольшом зале. Видов скрывал свою тяжелую болезнь. И для многих его смерть стала шоком. Когда я подошла к гробу, его я вот сейчас говорю и невольно уже плачу, потому что, извиняюсь, потому что, ну, неприятная ситуация. Я, естественно, знала, что Олег болел, что он лечился, что так делал, чтобы поддерживать. Мы там много обсуждали, он рассказывал там про какие-то диеты. Но, если честно, его смерть для меня была шоком. Вдова актера Джоан Борстон не пожалела денег на пышные похороны. Она хотела, чтобы все видели, какого выдающегося человека в лице ее мужа лишился мир. И как несправедливо, что его забыли на родине. Мой сладкий, невероятно интеллигентный, талантливый муж. Рядом с дорогим гробом Олега Видова стоял его портрет в образе царя Гвидона. Роли, которая в 1966 году сделала его звездой. И писаным красавцем номер один в СССР. Это фильм «Сказка о царе Салтане». Добрый путь вам, господа. По морю, по океану. К славному царю Салтану. От меня ему поклон. А зовут меня Гвидон. После премьеры фильма советские женщины стали охотиться за открытками с фотографией Олега Видова. А режиссеры поняли, что такие красавцы делают касс. Забудь обо мне. Забудь о несчастном. Видов родился в 1943 году в подмосковном поселке Томилино и жил в страшной нищете. Дом вот у них деревянный, совершенно без удобств. Ну, такой вот комнатка совершенно маленькая, материна, за стенкой тетка. Колодец во дворе, печка. Никакого там тебе газа, никакой тебе там ванны, никакого тебе душа. Видов рос без отца. Он ушел в другую семью, и актер его толком не помнил. Однажды его мать избили уличные хулиганы, после чего Варвара Видова сошла с ума. Мама была психически очень нездоровая, и такое впечатление, что она была вся вот в себе. Вот она ходила постоянно с какой-то загадочной такой улыбкой, как Мона Лиза ходит, никого вокруг не замечает. В Варваре Видовой платили пенсию по инвалидности 30 рублей. И в 14 Олег вынужден был пойти на работу. Без образования он мог рассчитывать только на грязный труд и устроился в морг. Над худым, неопрятным, бедно одетым парнем издевались сверстники. Но однажды сердобольная тетя подвела парня к зеркалу. Она говорила, что у тебя такая внешность, тебя обязательно возьмут в театр. Тебя обязательно возьмут на какую-то площадку, потому что ты уже готовый герой-любовник. Благородные черты лица, пухлые губы и голубые глаза. Олег осознал, что внешность – его единственный козырь. То, что Видов так много снимался в кино, злые языки, ну, добрые языки друзей говорили о том, что, ну, конечно, там Галя Брешнева составляет протекцию. Поэтому Видов и играет так много. А на самом деле он пустышка. Видов познакомился с дочкой генсека в конце 60-х. Он занял денег у друга, пришел в дорогой ресторан и заказал лучшее шампанское, которое официант передал от его имени за столик, где ужинала кремлевская принцесса. Галина расплылась в улыбке и была очень довольна. Танцовщик Марис Лиепа несколько лет крутил с Брежневой роман и стал премьером Большого театра и лицом советского балета. Певец романцев Борис Буряце из цыганского театра «Ромэн» попал в столичную оперу тоже благодаря близкой дружбе с дочерью генсека. Те мужики, которые, так сказать, ныряли в ее койку, вовсе, как говорится, не от любви к искусству ныряли, а от того, что, так сказать, им что-то было нужно, ну, ей нужно было одно, а ей нужно было другое. Витову срочно нужно было оживить затухающую карьеру. К концу 60-х он получал только второстепенные роли, был недоволен своим положением и был уверен, что достоин большего. Он продавал свою красоту и знал, что от этой красоты никто не откажется. И поэтому почему бы не извлекать из этого для себя какие-то дивиденды? Галина Брежнева в момент знакомства с Витовым просто сходила с ума от любви к Марису Лиепе. Он был женат и умело лавировал между семьей и влиятельной любовницей. Разводиться явно не собирался. У нее есть своя личная жизнь, но на всякий случай она хочет отложить Витова себе на потом. И вдруг ей приходит в голову очень простая мысль, а что если познакомить поближе Наташу и Федотову, свою подружку и Витова? Наталья Федотова была дочерью давнего друга Брежнева Владимира Федотова, генерала КГБ. Галина дружила с Наташей с детства. Друг друга считались чувствами. Наталья длительное время была, так сказать, под влиянием Галины Брежневой. Они были очень разными. Матершинница и любительница выпить Галина Брежнева и утонченная красавица, светская львица, советская Одри Хетберг. Она пыталась стать актрисой, но роль сыграла одну и небольшую. Галина Брежнева. 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 все ЗАГСы. Договорился. Стал, значит, перебирать ее вещи. Говорит, так, вот это зеленое платье одевай, хорошо будет гармонировать с природой. Эта фотография – единственное напоминание о громком браке Олега Видова. На снимке жених замер с бокалом в руке между хмурой Натальей и довольной Галиной. Видов был счастлив. Он переехал в шикарную квартиру в пафосный дом на Котельнической набережной, стал ездить на «Волге» и получать дорогие подарки. Приезжает блестяще, самая красивая Джин Ло Бриджидо. Ну, конечно, многие хотели бы с ней поужинать. Но кто идет на ужин? Идет, конечно, Олег Видов, как известный актер. Идет Наталья Федотова. И КГБ СССР Даша дарит Видову уникальную камеру Никон японскую, чтобы он мог фотографироваться. Но он не знал, что это, так сказать, дорога в ад. Лос-Анджелес, 20 мая 2017 года. На похороны Олега Видова его супруга Джоан Борстон пригласила 50 русских артистов. Принципиально не стала звать американских актеров, потому что она хотела, чтобы русский актер был похоронен своими русскими друзьями. Но ходят слухи, что приглашения все же были. Однако звездные коллеги Видова по голливудским фильмам Арнольд Шварценеггер и Микки Рурк отказались приезжать, сославшись на занятость. В Голливуде Олег Видов так и не стал своим. Внешность, которая помогала ему в СССР, здесь сумасшедших восторгов не вызывала. Красавцев и так было много. Он отчаянно хотел приблизиться к голливудским звездам. Приобрел особняк за 400 тысяч долларов в престижном районе Лос-Анджелеса рядом с другими знаменитостями и устраивал в нем свои знаменитые вечеринки. А вечеринки проходили во дворе. У них был двор внутренний, где росли апельсины, мандарины. Но его персонажи в голливудских фильмах заставляли краснеть самых преданных его поклонников. Встреча из места. Ты арестован в роспистре. В 1988 году на киноэкраны вышел фильм «Красная жара». Видову досталась роль русского милиционера Юрия Агаркова. Вышла просто топорная пародия и глупое представление американцев о нашей жизни. Но на критику Видов реагировал с улыбкой. Зато он снялся в одном фильме с Арнольдом Шварценеггером. 10 лет назад наркотиков не было, теперь это проблема. Еще через 10 лет мы можем превратиться в гарли. Этого не случится. О, боюсь, что это неправда. Но это скорее для актера просто дискредитация. Наверное, Олег Видов рассчитывал на какой-то положительный эффект от роли. А на самом деле эффект был и эффект был отрицательный. Еще через год Видов появился рядом с Микки Рурком в нашумевшей дикой орхидее Залмана Кинга. Вы достали ее другим мужчиной. Вы толкнули ее в его объятия. Достаточно взять и два-три раза. Взять и просмотреть эту сцену в лимузине. Как он там занимается сексом, любовью. И становится понятно, что это было непросто. Памятник на могиле Олега Видова на кладбище «Холливуд Форевер» сделан из серого гранита. Высечено имя Олег Видов, годы рождения и лошадка. Это вот «Садник без головы», его любимый фильм. Рисунок лошадки. Я хотел ему дать возможность спасти жизнь, майор. Мы будем драться. Первый советский вестерн «Всадник без головы» вышел на экраны в 1973 году. Режиссер Владимир Вайншток предложил главную роль сначала Олегу Стриженову, но тот отказался. Стриженов сказал, что он с удовольствием бы сыграл «Всадника», но с головой. То есть намекая на какой-то интеллект, на какую-то роль, а не на безголовье. Взять на главную роль Олега Видова режиссеру настойчиво порекомендовали после звонка Галины Брежневой, с которой актер дружил в конце 60-х. Естественно, что это сказалось хорошо, потому что дальше идет серия фильмов, в которых Видов получает достаточно высокие главные роли. Фильм мгновенно стал культовым. Историю Белокурова-Мустангера Морриса Джеральда в исполнении Видова посмотрело почти 70 миллионов зрителей. Он притягивал, вот как у него было такое и внутренние, и внешние данные, которые вот так вот гипнотизировали людей. Юрико, я люблю тебя. Зачем я приехала? Это была пытка. Следующий фильм «Москва, любовь моя» тоже имел большой успех. Но режиссер Александр Мита изначально видел в главной роли Олега Даля. Он уже репетировал сцены и на него даже сшили костюм, когда Миту вызвали в комитет кинематографии и поставили перед фактом. В фильме сыграет Олег Видов. Мита хотел что-то возразить, что-то сказать. И Ромаш сказал, так, Саш, если ты не хочешь снимать Олега Видова, очень хорошего, между прочим, актера, я не понимаю тебя, так сказать, что ты упираешься, то снимать картину будет другой режиссер. Все. Сын сумасшедший из подмосковного городка поднялся на недосягаемую высоту. Роскошная квартира, забитая антиквариатом, машина с личным шофером, одежда из двухсотой секции ГУМа, ужины в национале. Наталья родила Олегу сына Славу, такого же красивого, как его родители. Как же это случилось? Ведь еще вчера мы не знали друг друга. Видов первым из советских актеров стал активно сниматься у иностранных режиссеров. В датском фильме «Красная мантия», в югославском «Битва при Меретве». То есть Олега времени бывать дома, участвовать, активно участвовать в семейной жизни, у него было не так много. И жена была этим очень недовольна. Наталья хотела появляться с ним в свете и страдала от того, что муж очень много отсутствует дома, но зарабатывает при этом в ее понимании мало. для того, чтобы заработать хотя бы на очередную норковую шубу для Натальи Федотовой, ему приходилось, конечно, сниматься даже в эпизодах в огромном количестве. Когда они едут куда-то, куда-нибудь на отдых, она должна поехать с большими деньгами. Она же не может поехать, как бедная родственница с Галией Леонидовной. И Наталья поставила мужу условие. Ты бросаешь кино и идешь учиться в партийную школу, а дальше мы тебя пропихнем по карьерной лестнице. Она требовала номенклатурного продвижения, то есть как-то, тем более понимала возможности, что есть Леонид Ильич Брежнев, и тут бы ему, ну, министром культуры было ему стать. Это другое дело. А что ты, клоуном все время так и будет? Уж не знаю, подачили самого отца Федотова. Либо, так сказать, по каким-то другим обстоятельствам, но его дочь была задействована в очень неприглядных операциях спецслужб по, как говорится, оказанию интимных услуг очень высокопоставленным статусным лицам. Федотова изменяла Видову. И это были мужчины высокого полета. Ходили слухи о ее романах с Шахом Ирана Резой Пахлеви и Фиделем Кастро. И она не скрывала их от супруга. Фидель приехала, она сразу завидовала. И он даже пытался ее подколоть. Ну, как же, говорит, переводчик-то выдержал столько часов вашего общения. А она ему объясняет, ну, и бестолочь-то. Он же мужчина, он же неуемный мужчина, нам не нужно было, так сказать, никаких переводчиков, мы друг друга хорошо понимали. А чтобы ревнивый актер не натворил глупостей, его даже вызывали на Лубянку, где объясняли важность задач, которые ставит государство перед его супругой. Была встреча зафиксирована Андропова и Видова, где он лично просил его спокойно относиться к тем, как ведет себя Наталья, потому что вот там и Фидель Кастро, там и то, и то. В отместку Видов и сам стал изменять жене. После короткого романа с работницей Одесской киностудии у него появился внебрачный сын, но он с ним не встречался. Лос-Анджелес, 20 мая 2017 года. На похоронах внебрачный сын Олега Видова Сергей сидел в первом ряду рядом со вдовой Джоан Борстон. При первой же возможности Видов перевез его в США. Сергей стал продюсером и создал документальный фильм о своем отце. Монтажом этого фильма Олег Видов занимался даже тогда, когда уже с трудом двигался и почти не мог говорить. Ему было важно донести до российских зрителей правду, почему он сбежал из СССР. Это была возможность обрести личную свободу. Чтобы обедать с дьяволом нужна длинная ложка. Я думаю, что Олег Видов вполне себе заплатил эту большую цену за свой комфорт, за свой уют, за тот выбор, который он сделал однажды, женившись на генерале КГБ, он заплатил здоровьем, карьерой в результате собственной жизни. К концу 70-х Олег Видов насытился богатством и славой, которые не приносили ему счастья. в семье постоянно вспыхивали скандалы. Ему на улицу не давали выйти. Он жил под колпаком, он жил под постоянным давлением, гнетом, под постоянными запретами. Он по глупости завязал роман с актрисой Мальвиной Вишней, которая славилась бурным проявлением чувств и одиозным поведением. Однажды ранним утром она подогнала к окнам квартиры Видова поливальную машину. Прилюдно разделывала полоса до нога. Искупалась в струях поливальной машины. А потом Мальвина, толком не одевшись, пошла к любимому. Дверь открыла Наталья. Вишня закатила скандал, который кончился дракой. И эту безобразную сцену слышала полдома. Позор был страшный. Начала доказывать Наталье, что она сволочи не имеет праву на Олега. Из-за всей этой трагикомедией, которой можно было назвать жизнь Олега Видова, всегда с огромным интересом наблюдала Галина Брежнева, которая рассчитывала на то, что красавец-актер в итоге достанется ей. Галина Брежнева как сильный человек, как сильная женщина, готовила его под себя. Она же пользовала его, когда было нужно. Забирала его себе. Брежнева часто играла роль жилетки, в которую мог поплакаться измученной нервной жизнью Видов. Они ходили вместе в рестораны, и он изливал ей душу. В жизни Олега Видова становилось все больше спиртного. Он начал терять свою красоту. Его душила депрессия. Советская власть с одной стороны его осчастливила, а с другой не давала получить полного счастья, как он считал. После всадника без головы таких грандиозных ролей больше не было, а ему хотелось быть снова на коне. Вы видите мою городу? Перестань. Скоро она станет длинной, длинной. Я поклялся не брить ее до тех пор, пока не перевешиваю всех монахов и попов. Но под дверями его квартиры всегда в эпицентре женских восторгов. За ним была настоящая охота. Я помню, что нас поселили в одну гостиницу, мы вместе снимались, по-моему, это что-то в Одессе снималось. И вдруг он вышел из номера и прям такой вот озабоченный, расстроенный говорит, мне нужно сниматься в нижнем белье, а у меня оно все исчезло. Вот кто-то говорит, взял и все, вот все из чемодана забрали. Но жена его не любила и готова была в любой момент променять на того, кого было больше денег, а главное власти. Лос-Анджелес 20 мая 2017 года. В небольшом ритуальном зале, где проходило прощание с Олегом Видовым, выступавшие у гроба часто обращались к его последней жене Джоан. Джоан, я знаю, твое сердце разбито, но ты никогда не будешь одна. Ты построила прекрасную семью с Сергеем и Анной. Помни, мы всегда рядом. Сергей это внебрачный сын Видова от короткой связи с работницей Одесской киностудии. Он был тогда еще женат а Анна, жена Сергея. Видов был счастлив от того, что близко общается с сыном. Он его вытащил в Америку. Вот. Он стал врачом, организовал свою клинику, женился, так сказать, как он успел увидеть своих внуков. И переехать Сергею в Америку помогла Джоан, которую никогда не мучила ревность к бывшим женщинам Видова. И она хотела лишь одного, чтобы ее любимый мужчина был счастлив, и совесть его была спокойна. Она не хотела, чтобы он переживал, она хотела, чтобы ему было комфортно, удобно, чтобы он был защищен. Они прожили вместе 30 лет. И вот он ушел, у нее на руках. Понимаете, он был дома. Олег видов был женат четыре раза. И самым странным был брак с дочерью генерала КГБ Натальей Федотовой. У Наташи Федотовой проснулась женская месть, что часто встречается у бывших супругов. Чем же она могла мстить? Теперь, если раньше она просила Галю Брежневу помочь получить роль, то теперь наоборот сделать так, чтобы роли не давали. Галина Брежнева восприняла развод Видова с Федотовой как личное предательство. По ее требованию о любимце публики моментально забыли и режиссеры, и влиятельные друзья. Многие люди, которые бежали и здоровались с Видов, кричали, как дела, старик, известный режиссер, актер, проходя по коридорам мус-фильма, перестают с ним здороваться. Перестают его замечать. После развода с Федотовой Олег Видов лишился всего. Карьеры, шикарной квартиры и своей любимой Волги. Когда он в Скандинавии там снимался, он приехал оттуда обеспеченный. Ну, я говорю, он Волгу себе купил, жгел, все это. Когда его встретила в поезде, он выглядел очень плохо. Я даже подумала, что он хипует. Сначала Олег пытался мстить бывшей супруге. Подал на Федотова в суд, потребовал разделить имущество. Но какие у него были шансы против подруги Брежневой? Он, конечно, подал на раздел имущества в суд, но она выиграла, понятно, потому что кто дружил с Галиной Брежневой, все выигрывали. Одно время знаменитый актер даже жил в стареньких «Жигулях». его жизнь трещала по швам. Он был раздавлен и унижен. Еще будучи в браке с Федотовой, он стал учиться на режиссерском факультете в ГИКа. Но после развода ему попросту не выдали диплом. Знаю, что был звонок не давать ему диплома режиссерского. Бо! Ну, женское место. И вот в такой ситуации Олег Видов просуществовал как он там так сказать описывал потому что тяжело ему очень было. Просуществовал до 1983 года. Видову было уже 40. Забытый всеми одинокий бесперспективный. Но тут на помощь ему пришел старый друг Владимир Винокур. Он пробил актеру съемки в Югославии. Олег все рассчитал очень правильно. Он женился на Югославке и выехал по туристической визе. Якобы едет к жене и никакого отношения к работе не имеет. Сверицы и Иванович он познакомился еще в Москве. Говорят, что женщина была без ума от советского актера, а он просто купил в ее лице пропуск за границу. В Москве в конце концов хватились. Где же Видов? Когда выяснилось, что к чему, Федотов побежал к своим старшим покровителям, в частности заместителям председателя КГБ СССР, с просьбой оказать давление на югославские власти, чтобы помогли вернуть этого деятеля назад. О грядущей депортации видово предупредили друзья. В тот же вечер они провезли его через границу с Австрией в багажнике автомобиля. Эта афера удалась только благодаря счастливой случайности. он знал, что Югослав его не выпустят из страны. И как раз в этот момент, когда приезжали, Югославы забили голову кому-то, и все прыгали, отчасти эти таможенники. И он так формально посмотрел на паспорт, даже фамилию, говорит, о, я первый раз вижу советский паспорт, отдал ему, говорит, езжайте, ну, быстрее, чтобы не мешали. Правда, некоторые исследователи уверены, что эта случайность была частью спланированной спецоперации. По одной из версий, накануне отъезда Олега в Югославию, с ним встретился глава КГБ Юрий Андропов и предложил помочь с побегом в обмен на молчание. КГБ СССР свое обещание сдержало. Они обещали ему, что если он проведет спокойную, тихую, мирную жизнь и не будет не выступать, не давать лишних комментариев, то у него будет все нормально, он спокойно и видит. Олега КГБ свое обещание сдержал. Лаять на Советский Союз, на Советский Строй, на всякие другие вещи, он таких, так сказать, пассажей не устраивал. Из Австрии он переехал в Италию, где его приютил знакомый актер Ричард Харрисон. В это же время в его доме гостила известная американская журналистка Джоан Борстон. Как и все женщины, она не устояла перед красотой актера. Непоразительная девушка и вдруг обращают внимание красавицы, конечно, уже сердце не выдерживает. Естественно, голова кружится от этих чувств. В фильме «Москва. Любовь моя видов» играет человека, любящего женщину на пороге смерти. Ты выздоровеешь. Все будет прекрасно. Да-да. Конечно. И в то же время он и сам, несмотря на молодость и внешнюю силу, стал больным человеком. Его мучили страшные головные боли, которые не давали жить полноценной жизнью. Знаете, он мне говорил однажды, что если бы я остался, то я бы очень быстро умер. Я болел уже там, в России. И никто мне об этом не мог сказать. Не было точного диагноза. И я благодарен этой стране, что она продлила мне жизнь почти на 30 лет. Страшный диагноз был поставлен Олегу Видову в 1989 году. После обследования в клинике Лос-Анджелеса он узнал, что у него развивается опухоль мозга. И это рак. Рак настигает очень обиженных на жизнь и на людей людей от нереализованности и недосказанности внутреннего напряжения. Внешнее благополучие, счастливая американская жизнь не смогли избавить Видова от обиды на прошлое. Он так и не простил Галину Брежневу за свою растоптанную карьеру, а свою бывшую жену Наталью Федотову за измены и унижения, бесконечные суды и запрет видеться с сыном. Для мужчины всегда удар ниже пояса, то, что когда женщина лишает возможности общаться с сыном, с ребенком. У Видова была еще одна причина для переживаний. В России осталась психически больная мать, о судьбе которой он ничего не знал. Олег уехал в Америку, а вот мать сдали, ну, куда-то, вот, пансионат какой-то для таких вот больных людей, ну, видимо, там она и умерла. Он тратил очень много сил на борьбу со смертельной болезнью, перенес несколько сложных операций, мучительную реабилитацию в клинике. Он каждый день должен был принимать определенные лекарства и делать постоянно себе уколы. Москва, 2007 год. После смерти Натальи Федотовой он приехал в Россию, чтобы навестить старшего сына Вячеслава, с которым не виделся много лет. И на встрече с ним актеру стало плохо. Видов потерял сознание. После госпитализации подтвердились худшие опасения врачей. ремиссия кончилась, рак вернулся. И многие считают, что главной душевной болью Видова, которая сократила дни его жизни, была нереализованность в любимой профессии. Он хотел сыграть больше и лучше в Соединенных Штатах. И в этом его большая трагическая судьба. Потому что один из самых талантливых, ну, один из талантливых актеров, который действительно по уровню это был какой-нибудь Сален Делон в России. Или в Америке он мог бы стать таким популярным, скажем, как позднее, там, Брэд Питт и так далее. Болезни просто так не возникают. И та болезнь, эта онкология, она как бы вот на фоне стресса возникает. Да, мы знаем это. Лос-Анджелес, это был страшный день. Начало конца. Олег Видов почувствовал себя плохо и почти потерял сознание. Врачи сказали, что ему осталась неделя. Жуан обзвонила всех его друзей, близких, знакомых и попросила приехать с ним повидаться, попрощаться. И мы все приехали. Это было где-то за три, за четыре дня до его ухода. У нас приехал человек где-то примерно двадцать пять. Все знали о его страшном диагнозе рак костного мозга. Но Видов десять лет успешно боролся с болезнью. И многим казалось, что впереди еще несколько лет жизней. Эту историю журналисты называли аферой десятилетия. Олег Видов приобрел права на советские мультфильмы. В прессе история преподносилась так. В 1992 году Олег Видов приехал на Союз мультфильм, устроил с директором пьянку и убедил продать ему 1200 мультфильмов. Скандал грандиознейший. Грандиознейший. Все было замешано на том, что кто-то из руководства Союз мультфильма захотел заработать. Вот это так как самое начало было уже почти криминальным. Когда факт продажи вскрылся, Видова обвинили в воровстве и назвали предателем. Писали, что на махинации с мультфильмами его надоумила американская жена после того, как не смогла устроить мужу карьеру в Голливуде. Тогда была иллюзия, что вот сейчас в Голливуд ты приедешь и ты будешь там звездой. В это трудно поверить, но один из главных секс-символов советского кино этот сказочно красивый принц в Америке одно время работал на стройке. Джоан зарабатывала, хорошо зарабатывала. И он настолько порядочным человеком был, что он просто для него это было немыслимо сесть на шею жене. И он пошел работать. Джоан, конечно, она была потрясена. Попасть в кино Видову помог Савелий Краморов. Он уехал в Америку в 1981 году, написав письмо президенту США Рональду Рейгану, в котором пожаловался на свою судьбу и что его не выпускают в страну, о которой он мечтает. Письмо несколько раз прочитали в эфире радиостанции «Голос Америки». И вот оно возымело успех, но мало того, что оно прозвучало, оно прозвучало неоднократно по «Голосу Америки», вот, и возымело, конечно, и действия на начальство. В Америке Краморов начал сниматься в маленьких ролях, но в крупнобюджетных фильмах с настоящими звездами. Он сразу понял, что это очень выгодно. Потом очень долго будут капать деньги от проката. До свидания, Владимир Иванов. Кстати, эти ебаные ботинки скоро меня доконают. После первого же фильма «Москва на гудзоне» Краморов стал членом Американской гильдии киноактеров. Это означало, что если съемок нет, то ее член все равно получает 2000 долларов в месяц. Краморов был очень доволен. Его мечты стали сбываться. Первое, что я сделаю, когда буду, будет у меня все в порядке, я куплю белый Мерседес. Ну, так и получилось, он купил белый Мерседес. А в Советском Союзе о нем написали, что сбежавший отщепенец бедствует и влачит просто нищенское существование. Взяли фрагмент из фильма, ну, и написали, что вот он сосиски продает на улице. Ну, вот, то есть максимально хотели унизить. Благодаря содействию Краморова Видов тоже получил пару маленьких ролей, но дальше как-то не задалось. Говорит, я тут снялся в картине, и все говорят, что я похож на Редварда. Но, говорит, для меня это не комплимент. Я хочу, чтобы все говорили, как бы, что Видов, это Видов, а не похож на кого-то. Тогда Джоанн и подала мужу идею привезти в США русские мультфильмы. Советский Союз перестал существовать, и дела у Союз мультфильма шли плачевно. Многие мультики, которые приобрел Видов, оказались в ужасном состоянии, и он с супругой взялся за их реставрацию. Эта работа, кроме того, что она технически сложная и дорогостоящая, плюс к этому требовалось еще озвучивать эти мультфильмы на французские, английские, немецкие. И в общей сложности было сделано озвучивание до 50 примерно иностранных языков. Представьте, в озвучении принимала участие Катрин Денев даже, потрясающе. Ахулия Глесиев спел мультфильм, здорово. Вскоре советские мультфильмы смотрели дети по всему миру. А до российских чиновников наконец дошло, какое сокровище уплыло за океан. И вместо того, чтобы искать вину у себя, наши, так сказать, чиновники сконцентрировали все на вине Видова, который, в общем-то, рекламировал наши мультфильмы по всему миру. И вообще-то, мы должны были бы, сняв шляпу, поклониться ему за эту рекламу. На уровне Диснея шла реклама. Видов был палит грязью и назван вором, который ограбил родину. Они валялись совершенно никому не нужные, где-то там в запасниках союз мультфильма. Он их купил, он их отреставрировал, он их, значит, показал американским детям. Вот. Ну, тут наши, значит, какие-то годы-то были. Предатель, диссидент, лишил нас советского наследия. В 2007 году, после долгих судов, к Олегу Видову обратился российский олигарх Алишер Усманов. Он предложил актеру приличную сумму за передачу прав на советские мультфильмы, которые принадлежали актеру. Эти мультфильмы вернулись, и по качеству они на десять голов выше тех, что лежат в госфильмофонде, не реставрированы. У Олега Видова были деньги и любящая жена. Вместе они открыли клинику в Лос-Анджелесе для лечения алкоголиков. У Джоан были грандиозные планы по развитию их бизнеса энергия и силы. Она влезла в это, вникла во все тонкости, во все подробности, во все нюансы этого лечения. Нашла шикарных специалистов, которые технологию определенную имели по этому делу. Лос-Анджелес, 15 мая 2017 года. За три дня до смерти Олег Видов попросил своих близких отключить телефоны и собраться у него в комнате. Джоан, сын актера Сергей с женой и сиделка. Самый близкий круг актера. Он сказал, что уходит и смерть может случиться в любой момент. я звоню к нему и он еле еле со мной разговаривал. Его голос он просто он еле разговаривал. Я спросила, что такое с тобой Олег? Он не стал жаловаться, он ничего не сказал, что с ним. Последние три дня он все время смотрел фильмы, которые сделали его звездой в Советском Союзе. На экране был сказочный красавец, который вызывал восхищение миллионов советских граждан. Но все это было коротким сном, после которого человек понимает, что реальность совсем другая. Для него был очень болезненный разрыв с Родиной. Очень болезненный. Он понимал, что он в России мог бы добиться гораздо большего, чем в Америке. Лос-Анджелес очень красивый город. Рядом всегда была очень любящая преданная женщина. Но Родину забыть невозможно. Я думаю, что это была трагедия, безусловно, которая глубоко сидела, глубоко сидела в Олеге всю свою жизнь. Русского актера Олега Видова хоронили не по православным традициям. На известном голливудском кладбище не было священника. Гроб с телом Олега Видова не предали земле, а замуровали в специальной стиле. на 40-й день после похорон его вдова выложила фотографию. Портрет Видова в окружении икон и традиционные русские 100 граммов и кусочек хлеба. Он до последнего вздоха скучал по России. Субтитры создавал DimaTorzok